Инспекторы ГИМС предупреждают, лёд на реках сейчас стоит в себе опасность. Чтобы избежать трагедии, по местам скоплений рыбаков проводят рейды. Однако любителей посидеть с удочкой на реке это не останавливает. Почему люди так уверены в своей безопасности, выяснял Алексей Козлов. Несмотря на морозную неделю, тепло весны ощущается везде. На акваториях наступил самый опасный период. Кое-где толщина льда ещё достигает половины метра, но это вовсе не значит, что он безопасный. Его структура пористая, хрупкая, поэтому дальше на лёд отправимся только на воздушной подушке. Обычно такой катер даже не оставляет за собой следов на снегу, однако сейчас лёд под ним проламывается. Но рыбаков на реке по-прежнему много. До воды, где лёд давно растаял не больше 30 метров. Как страшно. Мы же туда не идём-ка. Ну, до воды-то всего 30 метров. Так мы глубину-то вот же посмотрим. Толщина льда. Толщина льда, если меньше 30 сантиметров, я туда не иду, я же бурю, смотрю. Сейчас толщина не имеет определяющего значения. Рыбакам инспекторы рассказали, что прочность льда можно определить визуально. Например, самый прочный – голубого цвета. Такой появляется в сильные морозы. Белый – более хрупкий. Человек он выдержать может, но есть риск провалиться. Опасным льдом считается серый, матово-белый или с желтоватым оттенком. На такой вообще не стоит наступать. Структура льда уже в весенний период, она уже другая, уже как бы игольчатая. И она уже опасна для того, чтобы выход на лёд... Ну, конечно, там проверяют, проходят, смотрят любители рыболовы. Но всё равно это очень опасно, особенно на реке. Николай Шашура первый раз в этом сезоне вышел на лёд. Использует последнюю возможность. Говорит, в следующие выходные вряд ли это вообще будет возможно. Я сегодня первый день приехал. Всё, это сегодня ваша первая зимняя рыбалка? Да. Ну, короче, это, как говорят, последняя зимняя. Алексей Козлов и Дмитрий Ларичев. Тюменское время.